вас интересует лечение или профилактика остеопороза диета при остеопорозе или правильное питание где взять кальций витамин d я вас прекрасно понимаю я более 25 лет работаю врачом и понимаю все опасности которые несет собой остеопороз его значительно правильнее было бы предупредить ну и безусловно случае выявления такого диагноза нужно своевременно и целенаправленно и активно лечить в этом видео я вам расскажу во первых что какие заболевания и состояние ведут к остеопорозу какие продукты питания вам нужно исключить чтобы не попасть на остеопороз ну соответственно те продукты питания которые вам нужно использовать более широко более активно чтобы либо лечить либо предупреждать этот самый остеопороз самое главное осложнение остеопороза это конечно перелом причем перелом при небольшой фактически травме а перелом серьезный если вы правильно питались у вас не было остеопороза несколько недель изменения в образе жизни и вы здоровы все классно вас природа предупредила берегитесь если же есть остеопороз и на этом фоне перелом тоже недели месяцы годы уходит на то чтобы этот перелом зажил так конечно есть разные инструментальные методы вам могут помочь хирурги зачем же доводить до этой ситуации потому что она стоит недешево более того понимая информацию воспринять ту информацию которую я вам сейчас дам вы сможете одновременно предупреждать и обмен на дистрофические заболевания суставов и артроза остеохондроза идут параллельно они идут практически рука об руку очень серьезно нарушают качество вашей жизни потому что что артроз своими болями что остеохондроз более ограничение подвижности что патологический перелом они все резко ограничивают ведь и активность вашей и куда вы попадаете ухудшает состояние сердца потому что мышцы ему уже не помогает активно обеспечивать кровообращение замедленное кровообращение ухудшает состояние сосудов а неважно будет у вас варикоз превратится в тромбоз тромбофлебит либо отраслироз будет развиваться чемпионскими темпами а там иду сердечные недостатусности недалеко либо тромбоза или эмболии из какого-то сосуда ситуация очень серьезно ухудшается если у вас есть эти проблемы если вы не знаете что делать я-то знаю я много опубликовал больше 50 книг одна из брошюр вот обмен на дистрофические заболевания суставов и отключения и профилактика я знаю что это как это делать это на украинском языке я думаю как перевести русский но такая проблема есть такая брошюра у меня есть важно чтобы вы это понимали и своевременно пользовались если вам нужны брошюры не вопрос контакта увидеть можете легко обратиться кстати если у вас есть друзья знакомые которые имеют такие заболевания кнопки социальных сетей под видео бросим это видео пусть они посмотрят знаете предупрежден вооружен чем раньше начнете и меньше осложнений а начинать нужно я вам скажу сейчас возраст далеко не пенсионный потому что ну есть определенные признаки которые говорят о том что склонность к остеопорозу достаточно велика признак самый важный поэтому признаку частота остеопороза увеличивается в четыре раза это статистика или уменьшается если вы правильно будете совершать те действия которые я скажу чуть попозже это пол когда вы смотрите в зеркало видите там женский пол вы должны понимать что раз вы женщина вы имеете женскую печень слабую женскую печень которая не может полноценно насытить костную ткаль кальцием поэтому женщин остеопороз чаще чем мужчин раза в четыре знаете я знаю о чем говорю потому что сила печени зависит от гормонов я это опубликовал в одной из своих них что делать если у вас есть печень кстати вы видите контакты можете тоже заказать за компанию здесь описано больше двухсот страниц что делать в том числе и при остеопорозе в том числе для улучшения питания костной ткани и суставов за одну невозможно их отделить друг от друга поэтому женская печень да просто рождаются все с женскими женской работой печени поэтому болеют дети до полового созревания практически одинаково что мальчики что делать половое созревание мальчиков переводит их печи на другую на другой уровень активности мальчики перестать перерастает многие болезни но там них появилась бонус появился потому что их мужская печень лучше обеспечивает обмен веществ мужчина женщина ведут абсолютно одинаково образ жизни никогда система питания одни и те же продукты при этом мужчина хочет здоровым на работу а женщина все время болеет по той простой причине женская печень просто не может обеспечить полноценно свой организм всеми нужными питательными веществами где-то диета сдала сбой и пошла проблема поэтому женщин думаете о том как улучшать работу печени как правильно питать свой организм когда многие ваши болезни останутся вам как нехорошая память о том образе жизни которую вы вели эти болезни которые вас скажем так качество вашей жизни нарушали поэтому женщины увы да но мужчина вас доводит когда не знаете что есть климакс женский но есть климакс и мужской когда мужчины выключилась половая система его печень стала опять-таки женской он вернулся в детство и вот тут он уже не может вести беззаботный образ жизни вот тут он обязан думать о своей печени как ей помогать участвовать в этом процессе хотя бы насыщение костной ткани кальцием и витамин d который является самым сильным мотиватором для кальция занести его в организме разместить костной ткани поэтому тут есть определенные особенности но сложность возникает еще по одной причине есть возрастная инволюция печени да она постепенно уменьшается в объеме постепенно снижаются ее функции и возникает соответственно проблема остеопороза поэтому сожалению да она может быть вопрос если вы будете поддерживать печень хорошем состоянии не вопрос все прекрасно но если вы не думали об этом если когда-то перенесли гепатит там знаете само пройдет или неправильно питались у вас развился жировой гепаток или ожирение печени стоят и гепатит любой алкогольный не алкоголь медикаментозный и диапатический без разницы какой печень работы не на полную мощность и кальций в костную ткань полноценно не занесет поэтому как только у вас есть вот такая явная патология печень вы должны понимать что ноустеопороз может развиваться легко и просто еще один вариант нарушения работы печень дискинезии желудочного пузыря да есть нарушение моторики есть какие-то органические изменения в пузыре протоков и что это дает застой желчи плопь песочек камни разные стадии этого процесса растянутые во времени все понимают что если хлопья у человека был ну скажем так несколько дней был какой-то застой желчи если песочек я так понимаю что застой желчи продолжался недели месяцев а если камни то это годы откуда возьмется кальций в костной ткани если единственный переносчик кальция желч стоит желчном пузыре вы там выращиваете себе камни камни в желчном пузыре и кальций в костной ткани две большие разницы если желчный пузырь работает хорошо и в костной ткани будет все правильно правда если вы воспользовались великолепной работой печени желчного пузыря и содержащие кальций продукты вносится свой организм об этом чуть позже а пока дискинезия желчного это тоже повод задуматься состоянием своего организма и о том как кальций будет может попасть костную ткань есть еще один признак по которому можете понять что угроза остеопороза для вас достаточно явная это препараты те препараты которые вы принимаете по тем или иным показаниям вы посмотрите внимательно инструкцию если там в осложнениях написан остеопороз или нарушение усвоения кальция и усиление выделения кальция вы должны понимать в этом случае вы должны либо со своим легче чем врачом заменить препарат на похожего действия но не имеющие таких осложнений либо более активно использовать эту информацию которая скажу чуть попозже потому что она очень важна вашему органику ну чемпион в данном случае пожалуй наверное это эльтероксин да когда есть узловой токсический зоб вы под угрозой того что там принципе может развиться рак щитовидной железы очень вредная патология делают резекцию щитовид и тут же назначает эльтероксин посмотрите в осложнение остеопороз то есть по факту назначения эльтероксина вы должны информацию которую в этом видео вы получите использовать более тщательно более целенаправленно потому что увы гормоны щитовидки они нарушают усвоение кальция и накопление в постой ткани поэтому не ждите развития остеопороза уже отменить эти препараты уже невозможно вы могли предупредить вы можете но почему появлях попадает на узловой токсический зоб на утримунный тироидит потому что слабая печень пропустила больше токсинов токсины связали с тканью вызвали специфическую патологию пока вы их не удалите эти токсины то есть не заработает хорошо печень вы в зоне риска поэтому думайте о том что делать как делать и когда делать кто-то видите вас уже опередил если вы кстати видите контакты можете по ним легко обратиться что еще важно это астеническая конституция просто у астеников очень хрупкая тонкая костная ткань там очень мало кальция а вы понимаете сломаться косточки тонкой или толстой понимаете какая легче сломается особенно если там кальций чуть меньше поэтому астеническая конституция это тоже повод задуматься о том что нужно что-то делать более целенаправленно чтобы не попасть на проблему еще один момент это диеты ограничитель когда вы не подумав не проконсультировавшись с диетологом или не найдя хорошего диетолога начинаете себя ограничивать во многих продуктах особенно в жирах особенно в частоте приемов пищи здесь возникает проблема кальций не может попасть в ваш организм что условия переноса кальция это сброс желчи на пищу и чем чаще он происходит больше кальция вы можете принципе усвоить из пищи поэтому здесь вы должны понимать что все ограничительные диеты а чемпионы из них это сыроедение это жесткое вегетарианство или гигантство я уже не говорю про лечебное голодание там принципе кальция нет кальций из воды он дает жесткость воде а не усвоение в костной ткани где большие разницы поэтому вы понимать должны что чем дольше или чаще вы находитесь в этих ситуациях тем меньше кальция будет костной ткани не было раньше вы попадете на остеопороз поэтому тут нужно просто эту ситуацию понимать есть еще один фактор который приводит к тому что кальций из костной ткани начинает куда-то деваться это стресс знаете я свое время написал такую брошюрку синдром молодого менеджера просто когда человек понимает ситуацию в которой он находится он ведет себя спокойно печень почки работают оптимально и все хорошо сегодня у меня извиняюсь смольный но немножко люди подождут я немножко занят если не беру трубку извините я занят могу быть на телевидении могу быть писать видео могу принимать пациент разные ситуации бывают вот поэтому если вы понимаете что вы можете попадать в стрессовую ситуацию вы должны оптимально к ней относиться а лучше предупреждать можете сами можете с моей помощью потому что в стрессах человек лучше их переносит когда работает хорошо печень когда мозг получает питание и работают активно но без стресса это две большие разницы опять таки как говорят в одессе вот поэтому тут вы должны просто эту ситуацию понимать что любой стресс нарушает работу пищеварительной системы печени почек и усвоение кальция накоплением костной ткани что делать если вы понимаете вот эти ситуации они предупреждают они показывают издалека знаете в алисе стране чудес алиса что ты видишь там вдали ничего ответила алиса надо же видеть ничего на таком расстоянии но у тебя и зрение я вам дал факторы которые показывают что ничего из ничего не происходит если у вас есть эти проблемы нужно серьезно заниматься вашим питанием чтобы не попасть потом на более серьезную проблему видео остеопороза знаете предупрежден вооружен а теперь что делать более целенаправленно когда вы хотите уже накопить кальций или не потерять кальций скотной ткани ну на первом месте я бы поставил пожалуй ритм введения кальция потому что несущественно сколько кальция будет вашем рационе если вы неправильно вводите в свой организм без разницы вашему району что кальций попадал и ритм выделения кальция максимум до часу дня поэтому вы конечно можете позавтракать творожком сырничками другими продуктами или блюдами из молочных продуктов чемпионов по содержанию кальция но с точки зрения накопления в костной ткани это не имеет большого физиологического значения уже кальций вошел усвоился вышел через почки в худшем случае для вас в виде оксалатов останется в почках и получится еще одна проблема в лучшем случае просто выйдет костная ткань не видит его в любом случае не попадет ритм не тот поэтому хотите накапливать кальций в своем организме концентрированные продукты с кальцием используйте после часу дня пожалуйста там не вопрос но не до второй момент это продукты с оксалатами да щавелевая кислота образует в кальций нерастворимые соединения оксалат кальций если встретилась щавелевая кислота с кальцием в крови образовался нерастворимый оксалат выделяющий из почки могут либо песочек выходить периодически у вас цистит уретрит простатит обостряются либо камушки растут в почках лоханка если вы пили малое количество жидкости то есть не выводили успевали накапливаться расти и солевой диатез превратился в мочекаменный болезнь со всеми негативными проявлениями которые он за собой тащил поэтому продукты с оксалатами вы исключили из своего рациона это чай это кофе это щавель это шпинат это ревень это томаты есть много разных продуктов если вы видите в них новость щавелевой кислоты вы должны исключить их из своего рациона или если вы очень любите я вам сейчас дам бонус как можно и есть правильно вот тут вы должны если хочется а нельзя конечно вы должны отдать немножко молочных продуктов вы должны пожертвовать то есть хочется съесть салат с помидором до заправьте кефиром йогуртом не сметаны сметане кальция не кальций не заблокирует щавелевую кислоту из сметаны йогурт пожалуйста кефир до простокваша до творожок если проходит там как-то кулинарное если вам у вас получится блюдо интересное пожалуйста чистом виде оксалаты попадают кровь в щавелевую кислоту на растворимом воде в крови находят свой кальций нерастворимый оксалат оксалаты в почках кальций из организма ушел а если вы комбинируете правильно оксалаты образуются уже в блюдах нерастворимые в воде они попадают в кишечник там раствориться не могут прошли транзитом кишечник ушли из вашего организма помидор вы съели любимый оксалаты в почках не попали все величество было связано кальций правда вы полноценно не получили другой вопрос но вы хоть не пострадали тот который был в организме он остался он ваш если вы правильно это делали точно также чай кофе с молоком это бережет вашу костную ткань до полноценно искать кальций из молока вы не получите хоть не потеряете тот чтобы поэтому тут есть пираж на третье место я бы поставил бы стресс ну мало того что стресс нарушает систему на усвоение препятствует нормальной работе организма стресс увеличивает вот образование этих самых оксалатов по-другому кстати называют поэтому тут вот тоже есть проблемы со стрессом опять-таки если вам нужна моя помощь контакта вы видите обращайтесь подскажу как правильно это делать вот самыми простыми способами четвертое место я бы поставил устраняем застой желчи потому что без разницы сколько кальция в вашем организме если вы съели обезжиренный кефир или обезжиренный творог сброс желчи мог быть на на эту ситуацию а мог не быть если желчь пошла на обезжиренный кефир ну ваше счастье кальций усвоится если не пошла кальций не усвоится поэтому лучший вариант конечно если вы едите творог хотя бы девяти процентной жирности и берете обезжиренный творог добавлять это какие-то растительные масла или что то еще жир должен быть это самый простой способ сбросить желчи параллельно я бы на этом уровне посоветовал бы улучшить работу печени но не торопитесь принимать расторопшим да она усиливает работу печени но специфически половины людей усиливает у половины ухудшает какую какие 50 процентов вы попадете я не знаю поэтому если вам нужно улучшать работу печени и вам нужен не только диетолог который посоветует вам питание но и фитотерапевт который знает как работают травки контакты вы видите обращайтесь не вопрос вот только после этого вы можете вносить продукты которые содержат действительно много кальция безусловно кальций есть во многих продуктах но самый лучший концентрат это безусловно молочные продукты на втором месте я бы поставил печень морских то есть рыб печень свиную печень тоже много накапливает разных компонентов и самое главное она делает это системно потому что там витамин D остается по этой причине то в принципе печи морских рыб то и назначают там тоже трески вентая то есть это все можно делать важно чтобы это вы понимали но не с этого нужно начинать на следующее место на шестое я поставил физическую нагрузку вот после этого столько как вы создали условия для усвоения кальция дали собственно кальций создали условия чтобы кальций не терять просто по вкусу вот здесь вы можете дать физическую нагрузку которая даст нагрузку на костную ткань и костная ткань будет активнее накапливать кальций но смотрите не перегрузите себя если вы привыкли сидеть лежать бегать по стадиону не советую костная ткань у вас еще не самая прочная бег к сожалению вот резкое изменение физической активности приведет к тому что может доиграться до патологического перелома и пока у вас не вышли вы из опасной зоны остеопороза просмотрите видео сначала чем это заканчивается это очень плохо поэтому физическая нагрузка должна быть в принципе ходьба быстрая ходьба бегать не надо просто ходите просто нагружайте свои суставы можете взять небольшие отягощения в руки чтобы еще руки туда кальций попадал только не стойте на голове это самая вредная поза потому что шейный отдел позвоночника он нагружен головой лучше думайте чаще хорошие мысли лучше приток крови в полу черепа голова становится чуть потяжелее нагружает ваш шейный отдел предупреждает омустоеопороза становиться на голову не нужно эта поза у йогов предназначена совершенно для другой цели не для лечения омустоеопороза не для его профилактики там совершенно иная цель обычный человек эту цель в принципе даже перед собой не станет поэтому не стоит этого делать даже с благими намерениями чтобы шейный отдел позвоночника был хороший не надо хватает одной головы можете надеть не очень тяжелую шляпу этого тоже будет вполне достаточно поэтому тут вот вопрос в чем это тоже нужно делать правильно ну и последнее если в принципе вот все это вы делаете правильно и что-то у вас не получается ну видите мои контакты я как фитотерапевт могу помочь подобрать вам индивидуальные травы с учетом тех болезней которые вы имеете кроме того что я уже сегодня обозначил это очень правильно это очень важно потому что многие идут по простому пути почему-то считается что употребление воды супер для суставов для костной ткани кальций там есть но неорганический кальций не способен полноценно усвоиться поэтому здесь будет скорее проблема вы знаете когда говорят о том что пейте 2 литра воды более в сутки но не менее полутора попадаете на проблему уже кальция там много усвоить его невозможно а в таком объеме вода нарушает работу пищеварительной системы и все о чем я вам говорил выключается зачем вам это нужно потому что вода принесет к клетке к работающей клетке костную ткань только тогда питательные вещества когда они органического происхождения то есть из растений из животных продуктов из морских продуктов растворенными в воде смогут с кровью добраться для костной ткани или для другой работающей клетки а до этого ничего не будет я знаю о чем я говорю знаете я написал брошюра в двух частях вода и как ей правильно пользоваться для вашего здоровья если вы знаете это не вопрос к сожалению брошюра тоже на украинском языке поэтому я думаю о том как перевести как сделать ее на русском как опубликовать но пока пока вот так думайте о своем здоровье знаете я часто свои статьи заканчиваю словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения будьте как Алиса знаете с таким хорошим зрением потому что предупрежден вооружен но если вы хотите предупредить своих друзей знакомых кнопки социальных сетей прямо под видео отправляйте если вам это видео понравилось вот здесь поставьте его так его увидит большее количество людей я думаю что оно не бесполезно оно несет приличный объем полезной информации ну а я подумаю какое еще видео написать для вашего крепкого здоровья и вашего активного организа до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...